И всем привет, ребят! С вами Старбак, если записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И сегодня вместе с вами мы обсудим глобальнейшее обновление, которое произошло у нас буквально недавно. Это обнова связанная с изменением вида и отображения дрона Кризис и Оракул. Обсудим, что это такое, для чего это вообще делается, и зачем добавляются такие вещи в нашу игру. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танк-коинов. Для этого настройка игры в аккаунтике устойчиво личный такт, тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форум, которая есть в описании. Что же касаемо нашего нового введения, то у нас появилось новое отображение дрона. Кризис и дрона Оракул. Дрона Оракул у меня, к сожалению, нету, чтобы показать вам наглядно, как он тоже работает. Но можем посмотреть работу Кризиса. Запикаемся в матчмейкинговую катку. Ну и покажу все, что тут с ним стало. Что изменилось и для чего это изменилось вообще, в принципе. Да, то есть у нас теперь под каждым припасом есть дополнительное отображение его, ну можно так сказать, вида. О, с нами, кстати, шафт трофейный в катке. То есть я, например, нажимаю броню, у меня сразу показывается, например, купол. Нажимаю ДДшку, у меня сразу такая, типа, снарядочка вылетает в виде анимации, нитра. Соответственно, дополнительные такие нитровые вот эти вот штуки. Для чего это сделано? В первую очередь, я думаю, что это сделано для того, чтобы, например, на большом расстоянии, если вы стоите, да, от противника, эта подсветка будет показывать, да, на чем играет твой противник прямо сейчас, с каким припасом. То есть вот, например, я с такого большого расстояния, я не вижу, например, на каком припасе находится оппонент. То есть если он будет на кризисе, да, и будет прожимать тот или иной припас. То есть я с расстояния могу заметить, ага, он, например, там только что броню нажал. Либо он там вон ДДшку нажал, да, потому что у него там только что рельса вот такая вот выстреливала яркая. То есть это своего рода дополнительная такая возможность в определенной ситуации понять на большом расстоянии, на каком припасе находится противник. С другой стороны, с другой стороны, да, мне, ну, не особо понятно, да, что еще могло способствовать этому делу, да. То есть просто анимация для красоты, просто для того, чтобы была такая вот видимость припаса каждого. Ну, не знаю. То есть если сама задумка и идея не в дистанции и не в показе с дистанции того припаса, на котором ты играешь, то тогда лично я не понял этого смысла. Если задумка именно в этом, ну тогда, в принципе, наверное, данное обновление логично. Да, но вы также должны понимать, что это все равно какая-то дополнительная нагрузка у тех, кто играет, например, там не супер сильными ресурсами. Я думаю, что могут быть даже еще какие-то дополнительные лаги, просадки и все в этом духе. Но так, сама идея, в принципе, выглядит, наверное, неплохо. Оракула у меня, как я уже сказал, нету. Ну, а в целом, что касаемо этих спецэффектов, то только на эти два дрона эти спецэффекты и появились. Хотелось бы узнать вашу точку зрения по этому поводу. Что вы думаете по поводу вот такого вот изменения и дополнения? Как оно вам? Зашло оно вообще вам или не зашло? Что вы для себя из этого получили? Появился ли у вас какой-то дополнительный интерес, например, может играть на кризисе с таким нововведением? И пользуетесь ли вы какими-то дополнительными возможностями за счет этой обновы? Пишите свое мнение по этому поводу в комментариях. Поддержите видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и участвуйте в розыгрыше. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!